У нас вообще прогнозисты ошиблись дорогие мои Сегодня место там 22-3 градусов тепла Во-первых, вышел солнце Какие яркие краски за окошком Во-вторых, 27 на час 45 Вот так вот светит солнышко Друзья, над Витязи, вот там в той стороне дымка Я поэтому думаю, не ошибусь ли я, что поеду и там будет дымка Но в Телеграме встроили опрос И большинство захотели район Локвитязь, Тартуги посмотреть те места Вертолетик с нами, если вдруг погода там позволит Мы обязательно пролетим и посмотрим, что там, как там развивается сейчас на наших пляжах Но сейчас мы отправляемся в Витязьево А еще хотел поздравить сегодняшних всех выпускников Ребята, сегодня и трагические события произошли в одной из школ Это просто с головом в Телеграме Все об этом озвучено Это на самом деле просто ужасно И представить все-таки не могу на линейке взять С девочкой все хорошо Ей наложили несколько швов И здоровье ее ничего не угрожает Хочу похвалить еще ребят, которые схватили, сразу же скрутили Взрослые некоторые хватали своих детей и убегали А у нас выпускники настоящие мужики Вам огромный лайк от меня Очень плохо, когда не следят за воспитанием своих детей И не могут позволить себе такое Пока я буду ехать, вы можете посмотреть видеосюжет К нам пришел запрос на машинку от наших дорогих солдат Будем помогать? Ответьте на этот вопрос в комментариях Юрий Азаровский и все его подписчики Время помогать Хотим поблагодарить вас за вашу помощь Заботу Вы помогаете Очень много Смотрели ваших видео На СВО Много машин вы отправили Разной гуманитарной помощи Также хотим своей командой обратиться к вам Остро нуждаемся в автомобиле В повышенной проходимости Для выполнения боевых задач Для эвакуации раненых Вот Это ребята Я с Ростова Меня звать Муравей Вот Это тоже ребята Это Дима Из Краснодара Вот Ну и так же Бойцы наши Вот Хотим обратиться Надеемся на вашу помощь Победа будет за нами Ура Друзьяшки Мы доехали до Витязева Я понял, что давно не делал экскурсию По Витязево Давайте прокатимся Посмотрим на улицу Расскажу где какие Где кто отдыхает Есть возможность здесь где-то Отдыхаясь Ну и посмотрим на самую главную артерию Нашу Черноморскую Дорогие друзья Мы с вами начинаем нашу прогулочку По Витязево И будем потихонечку смотреть Что здесь находится Заезжаем со стороны аэропорта Там, как если вы заметили На быстром проезде Огромное количество строится Развязочек То есть здесь у нас СЖД переезд С правой стороны К нему теперь еще Ветка от аэропорта Примыкает С левой стороны У нас были установлены Здесь заграждения Не знаю, что Поезд не было Не видно Но иначе Размущаться Заграждения И эти убрали Потому что действительно Выезжаешь на переезд Ничего не видно И нас встречает Табличка На въезде Витязева И направо у нас Прошла Первая улица Как красавчик Сделал Олимпийская Называется она Здесь у нас Раньше выдавали Участки Долго не строились Пока Один из мэров Не сказал Что заберем участки И тут же Началось Бешеное строительство Также Улиц здесь Очень много Разнообразных Вот мы только что Проехали Майора Жукова Было следующее 160 лет Витязева Называется Направо Это все улицы Которые уходят Следующее У нас Здесь Строительные магазины В поселке Находятся И это у нас Улица Если не ошибаюсь Школьная Могу ошибаться Все улицы Недосконально Помню Я раньше работал В такси И все катался С левой стороны Мы видим У нас есть Заправочка Ценник на бензин 148-20-92-95-63-15 И дизельное топливо 55-45 Дальше Друзья У нас здесь Улица Уходит К нашей школе Сегодня Поздравлял Всех Наших Выпускников С этим Великолепным Праздником Вот так Здесь Повелось Огромное Количество Разнообразных Магазинов Это все На объезде Витязева В левую сторону У нас Винзаводская Улица Здесь Она так Называется Объездная Дальше Превращается В нее И по ней Можно выехать Сразу На другую Сторону Видите Здесь У нас Магазинчики Тоже С правой Стороны Магниты Направо Пошла Улица Тоже На подъезде К школе К стадиону Называется Она у нас Степная Здесь Находится У нас Автосервис Много Всяких Проблем Могут вам Лечить Машины Если вдруг У нас Они возникли Приезжайте Сюда Лечайте Направо Пошла Северная Улица С левой стороны Это бывший Винзавод Поселка Витязева Сейчас Он уже Не работает Участки Там Породавали Пораздавали Паи Направо Пошла В честь Нее Названная Улица Заводская Здесь Везде Частный Сектор Друзья Можно Снимать Жилье Непосредственно У хозяев И Приезжать На отдых Вообще Без проблем Даже в эти места Здесь будет Стоимость Гораздо Дешевле На обзоре Много Домов Костевых Здесь Есть Сельская Улица Направо Отправилась Вот с правой стороны У нас Очень хороший Магазин С самыми Низкими Ценами На продукты С левой стороны У нас Детский Садик Находится Мы сейчас С вами Заедем На почту Потому что Надо забрать Посылочки На правую сторону У нас Пошла Улица Почтовая Туда мы И поворачиваем Потихонечку Здесь Вот тоже Магазинчик Валит Очень даже Неплохой Но Задачу Я потом вам покажу Более интересные Магазины Слева Справа Частный Сектор Местами Здесь Обращайтесь Джанику Можно снять Дома Под ключ Прямо Домовладение Приехали Как будто Пожили Поотдыхали А также Есть Целые Виллокомплексы В скором Время Я вам Один из Новых Покажу Также Уже Есть На обзоре Здесь Те Которые Снимал В простом Еще Домашние Яички С левой Сторон У нас Находится Не пекарня Кофейня Очень Вкусные Тортики Там Делают Старого Грека Называется Старого Грека Честное Вино И С левой Сторон Подъехали Непосредственно К почте Пойду За посылками У меня Сегодня Аж Три Должно Быть Так Посылочки На почте Забрал Одна Из Омской Две Из Электростали Тем Кто Подписывает Помогает Нашим Солдатам Огромнейшее Спасибо От Дальше Так Мы Сейчас Отъезжаем От почты Находимся Мы На почтовой Уднице Я вас Немножечко Прокачу Самое главное Всегда Следите Витязел За всеми Местами Как говорится Здесь Правил Практически Не существует Поэтому Надо быть Максимально Аккуратно Но Почередь На почте Я столкнулся С такой Сильной Очередью Давно Не попадал Я Хотя Приехал После Обеда Прям Не после Открытия Чуть Похоже Но Людей Собралось Много Так Что Почта Востребованы У нас Витязел Хотят Явно Больше Так Здесь У нас Улица Кооперативная Мои Дорогие Друзья Здесь У нас Хотел Я показать Что Также Помимо Еще Магазин Сетевой Магнит Был Имеется Еще С правой Стороны Обратите Внимание Церковь Также Если Ехать По прямой То Мы Упрям В дом Культуры Наверное В него Давайте Упрям Все Покажу Там У нас Сквер Открылся Витязел Тоже Думаю Будет Интересно Глянуть Это Все Частный Сектор Повторяю В каждом Дворе Есть Какая-то Небольшая Своя Мини Гостиничка Там Несколько Номеров Которые Можно Снять И Отдыхать Не Верьте Тем Кто Как Говорится Риэлторы Снимают И Пытаются Скать Что Витязел Вам Тут Негде Снять И Нечего Будет Как Говорится Найти Себе Для Размещения Это Все Вранье Это Люди Риэлторы Рассказывают О тех местах В которых Есть Какие-то У них Преференции Мне В принципе Все Равно Я Снимаю Везде Показываю Все Как Есть И Хочу Чтобы Вы Сами Делали Свой Осознанный Выбор Без Какого-то Моего Напора Что Приезжайте Именно Сюда Дом Культуры У нас Очень Хорош Здесь У нас Вечный Огонь Есть В этом Году У нас Еще Сделали Дополнительную Территорию С правой Стороны У нас Культура Детской Зоны Обновили Немножечко Разные Детские Тренажерки Надеюсь Что Получается Вам Показать Это Все Как Вы Можете Увидеть Сколько Детей Даже Сейчас Здесь Находится И Смотрите Какие Архитектурные Формы Также У нас Здесь Скоро Откроется Устово Также Появился У нас Здесь Пункт Полиции Тоже Находится Здесь Когда В детстве Ловили Мы тут На речке Рыбу Или на Лимане Я никогда В жизни Не мог Подумать Что Территория Будет Вот Так А здесь Спортплощадку Сделали Потому что Единственное В поселке Витязево Где Вы Бесплатно Можете Прийти Там Поподтягиваться Поджиматься Если Я Неправ Напишите В комментариях А знаете Улица Мира Направо До конца Она не сделана Поэтому Будем Возвращаться На улицу Черноморскую Чтобы по ней Приехать Надеюсь Что экскурсия Получается Вполне Опознавательно Интересная Такие Сказать Знаковые Интересные Места Которые Можно посетить Витязево В которых Можно что-то Прикупить И до которых Вы спрашиваете Мясо С левой стороны Здесь Фото Яндекс Маркет Еще Какие-то Вещи Красно-белая Открылась У нас снова Мы поворачиваем Направо На улицу Черноморскую У нас местные Предприниматели Скинулись Видите С правой стороны Заменен асфальт Сделали Ливневую систему То есть Водоотведение Вот с того места Где Собиралась вода С левой стороны Проезжаем Еще пятерочку С левой стороны У нас тут Фрукты Овощи Продают А сзади Осталось По правой стороне Рыбный магазин Единственный Видизио Здесь Магнит С левой стороны И подъезжаем Гору пересохло Прошу прощения Жарко М25 Хотя в Банапе Было жарче Улица Пионерская У нас здесь Пересечение И здесь У нас был Один из первых Круглосудочных магазинов И он сюда Притянул все остальные Вот Мегафон Билай МТС Все здесь Видизио находится Абмаркет Обратите внимание Друзья В правой стороне Самые низкие Цены Там на пиво Даже говорят Ребята Что дешевле Чем В КБ Будет И плюс Они являются Дилерами Таких вот Всем известных Как ХДЖ Там и так далее Так что Можете прийти Попробовать Хорошие продукты Так же там Ну все что вам надо Было Агрокомплекс Ермолина Там Ну вот Все Все что только можно Вот этот центр Магазин и торговля Сейчас Видизио Дальше мы проезжаем У нас С правой стороны Остается Новоселов И влево Она пошла До этого Была строительная Улица Здесь у нас Моя цена Магнит Довольно-таки Серьезный Там дисконт Тоже на некоторые Продукты Линейки Магнит Я довольно-таки Часто здесь Покупаю продукты Так как хочется Подешевле Здесь вот Цветы Круглосуточные Продаются Еще один Яндекс.Маркет Видите как Популярный У нас Кафе С правой стороны Находится И мы дальше Двигаемся По поселку И здесь У меня же Саму не ждется Посмотреть Как сегодня Получится Отснять вам Материал Чтобы об этом Рассказывать Налево У нас Комарова Ой Прошу прощения Комарова Мы уже проехали Кстати Вот на Комарова У нас находился Еще отделение Сбербанка Это была Октябрьская Налево Улица Здесь надо Пропустить Ребят Что выезжают Не смотря Как говорится Куда едут Ну ладно Здесь у нас Находится Автомойка С левой стороны А это Улица Пролетарская Здесь Двухэтажный Магнит И магнит Косметик С правой стороны Продают Огромное Количество Специй Мы Продолжаем Двигаться Аптеки Рук напротив Друга Не удивляйтесь Здесь Круглосуточный Что ли Разбитной Магазин Работает Налево У нас Направо Пошел Третий Черноморский Налево Улица Лизичайкина Называется Как-то раз Скал эту улицу Военную Называли Было очень тяжело Но я все-таки Справился Это еще Хитнес Мою Таксистом Здесь Уезжая В левую сторону Вы можете Объехать Параллели Чтобы по ней Не ехать Это Улица У нас Восточная Направо У нас Напротив Восточный Первый Черноморский Переулок И немножечко Всего лишь Надо проехать Вперед Чтобы доехать До моего Любимого Кафе Которое Называется Тайхак Вот она У нас По правой стороне Советую Ролы Суши Пицца Мидии Очень вкусные Креветки В кляре У них Ребята То что хотите Попробовать Приходите Пишите Ваши Отзывы Потом С левой стороны У нас Красно-белая Находится Магазинчик С правой стороны Сзади У нас едет Чувачок Который Прямо Куда-то Очень сильно Спешит Наверное Сейчас Впереди Может Обогнать Но решил Немножко Погудеть Так Налево У нас Пошла Улица Горького И Теперь Смотрим Дальше Ребятки Что у нас Здесь Находится Полетел Поветезер Понимаете Насколько Будьте Внимательны Встречаются Такие люди Которые Когда поселок Нагружен Готовы Такими Скоростями Передвигаться Это Очень опасно И я Свидетель Сколько раз Это Приводило К трагедиям Налево Пошел Ангарский Переулок Здесь У нас Такое Все В греческом Уже Стиле Елочки Поворостали И по прямой Мы упираемся В параллею Параллея Я думаю На обратном пути Мы отсюда Еще Снимем Кусочек Видео Чтобы Доехать Не посредственно До Кольца Южного Потому что Проспект Южного Тоже просили Показать Здесь Уже Почти Все Столовые Парфенон Первая Столовая Пооткрывалась Можете Видеть Сколько Людей Сейчас Прогуриваются По улицам Магазины Все Открылись То есть Видите Он уже Живет Курортной Жизнью Ну и Это Просто Великолепно Что так Происходит Мои дорогие Друзья Так Проехали Перелок Лок Витязь Налево Спартанский Перелок Направо Пошел И впереди Перекресток С улицы Мира Проехали Парадайз Гостевой дом Смотрите На обзоре Его Друзья Приходите Как говорите И отдыхайте От души С левой стороны Комплекс И блок Витязь Пансионат Находится Также У нас С левой стороны Есть Боулинг Ни разу Не был Боулинге Здесь В детстве В юности Играл Там Порос И наигрался Навсегда Так По аттракционам Смотрю Как у нас Спортсмены Идут По аттракционам Сейчас Проезжаем Парк Сказка Называется У нас тут Сделали Ямочный ремонт Аж Выталкивает С дороги Таких Бугров На ней Парк Сказка Ну пока Еще не вижу Чтобы он Открывался Ну и мы Просто взяли Запустили Потому что Все на своих местах То есть Какая-то подготовка Не нужно Реанимация С мигалками Поехала Это конечно Тоже Очень печально Подъезжаем Вот к развилочке Друзья Вообще Раньше На дикие пляжи Вот туда направо Я уезжал Но сегодня Я хочу Пройти Вот именно Вот в этом месте Чтобы потом На квадрокоптере Зацепить Как можно больше Пляжей Тем Кто смотрит Меня Там Возмущает Вод квадрокоптера Я говорю У меня есть разрешение На полеты Использую Крайне редко Только для Мониторинга Побережья Чтобы Никого не смущать Увидите Кладок Зелеными фишечками Это я С правой стороны С торговой зоны Здесь Фудкорт Открыли А это ВФВ С правой стороны С левой стороны Как я говорил Это все Влог Видите С территории Объезжаем Здесь довольно-таки Сложно найти Паковочку В летний период Времени Но если постараться То можно Это сделать Иногда отпугают Люди Которые Так Сюда можно Приехать На 128 Маршрутки И пойти На отдых Вот Видите В конце Есть как будто Специальное место Для меня Нет А у нас Для людей С конечными Возможности Значит Поищем В другом месте О Как мы Хорошо Припарковались Прям Идеально Яблоки 120 Груши 300 Это 250 250 230 Клубника 200 рублей 130 Огурцы 200 рублей Гландарины 350 Виноград И 250 Огурцы А это Клубника 350 Килограмм А это Лоток 200 Да А самое Дорогое Горох 250 За килограмм Да И Голубника Еще Спасибо Хорошая работа Спасибо Так Ребятки Мы бы уже приехали Сразу Озвучили Ценнички Что Почем Сюда И повторяюсь Можно приехать На 128 Маршрутке Здесь Парковка Даже Вот сейчас Вся занята Поэтому На уличные Маршрутки Приезжали Потому что Теперь Здесь Парковка Будет Большая Беда Раньше Все Спокойно Уезжали За Дальше Сейчас Можно Проехать Мне Все Просит Покажи Как Проехать На Тартугу Если Я Покажу Честно Ее Перекроют Я Не Хочу Быть Виновником Перекрытия Тартуги Я Уверен Что Именно Так И Будет С 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 Людей С Отсюда уже Вижу Море Раньше Всегда Там Был Балгорук Я Всегда Хвалил Газпром За то Что Они Старепетом Относились К нашим Дюнам Газон Не Кошен Здесь Там Вроде Б Пытались Порокосить Но Тоже видите, не везде как-то. Даже стрёмно смотрится. Может не косилками, может механика какая-то там ездила. В общем, неухоженный. Единственное, что радует, это акация. Аромат просто фантастический. Вкус у нее вообще великолепнейший. Всегда, когда хожу мимо нее, главное не будет дороги есть, чтобы там машины ездили, а там она очень сильно впитывает в себя все эти вредные вещества. Лог серебристый, начал цветение. Я думаю, что у меня так голову кружит, а? Это лучший аромат, когда он весь начинает свистеть. Тут вообще такая дымка стоит, такой запах идет. Аромат. Не запах, а аромат. Продолжаем наше движение. Тут смотрите, ребята пошли. Прям в летнем настроении, честно, я расстроен, что сидоптики так наедались сегодня. Такой жуть я не видел. Смотрите, люди шли, выпили, бросили бутылки. Я понимаю, что мусорок нет, ничего нет. Почему вы можете себе позволить где-то разбрасывать мусор? Вы же дошли до магазина, там где-то это купили. Там бы надо было это и оставить. А то получается как-то очень-очень печально. Здесь у нас открываются потихонечку все торговые ряды. продавать будут вам всякие нужные и ненужные вам товары. Как говорится, ждите, все будет. Уже круги, гусь обнимусь, чебурашки. Можно посмотреть, что в этом году будет популярно, что люди будут разбирать. Здрасте. И что вы прячетесь? Да? Надеюсь, хорошо? Вспомни на это. А то, конечно, приду. Посмотрели, кафе еще не работает. Хорошо. Здесь, смотрите, дерево уже с зелеными ягодами. Скоро пойдет разнообразная вкусняшка. Здесь уже очень сильно цветет лох серебристый. Ну и шелест листьев, когда ты идешь на море, это прям прекрасно. В прошлом году, кто помнит, мы снимали отельчик туда-дальше, вон под Вагнарай. То есть они не стали делать то, о чем говорили. А тут, в общем, территория застраивается ролетами торговой. Говорили, что им не делай эту рекламу. В общем, самое главное превратить все наши проходы в рынки. И в зоны отдыха людей, для променадов к морским просторам. Здесь строительство уже заканчивается. Тоже будет такая-то гостиница. С первый этаж тоже вроде как коммерцием. Потому что окна большие. Я именно это так определяю. Здесь у нас ресторан, видите, смотрите, ребята, появился с бунгалами. Я так понимаю, что сюда можно будет зайти по любым людям. Ну, как любым. Тем, у кого бабла очень много. И что-то, как говорится, прикупить. Вот этот обводной канал у нас засыпан. К большому сожалению, что есть. Очень грустно. А сюда сейчас, смотрю, приезжают машины. Заезжают они у нас вот здесь, вот по улице Скиевской. Не знаю, там шлагбаум сейчас работает еще или нет. Это интересно. В общем, здесь вагнара, вагнара, вагнара. При реабилитации хорошей. И всем, чтобы все было у них хорошо, друзья. А мы постепенно выходим к пляжу. Здесь у нас дюны и аромат сносит прям голову. Ну, вот прокоп совершили. То есть вот это дерево, вот эти деревья все погибнут. Не думайте, что преувеличиваем. Сейчас покажу. Вот один год прорыпали. Вот здесь поближе. Вот вам сухие ветки все висят. Потому что это очень-очень тонкая структура жизненная. Представляете, чтобы на песке росло дерево. Только чуть где-то корневая система повреждена. Все высыхает, превращается в безжизненное пустыне. Потом этот песок выдувает и все. Здесь, смотрите, как все страшно. Корни висят. Это вот представьте, что за гнидой надо быть, чтобы так убивать деревья. Вот оно аж прям падало, вот уже с листьями было и засохло. Я не знаю, просто что ты за урод такой моральный. Просто не знаю, как по-другому это сказать. Объясняйте своим детям, чтобы они в таких не превратились, не людей, что так делать нельзя и надо беречь нашу природу. Проходим мы это место убийства нашей природы и идем далее. Мне, знаете, как ответ администрации один год порадовал. Я говорю, почему Толквитис не убирает свои пляжи? Ведь по регламенту благоустройства они обязаны это делать. Мне сказали, у них нет денег. Газпрома, где тут денег? Я тогда прям с этого орнул очень сильно. На самом деле это было первое наплевательство на то, что должны пляжи очищаться от всего этого, что здесь есть. И в дальнейшем начали так поступать уже все больше и больше баз, отдыха и всего остального. Давайте добежим до пляжа, посмотрим, что там есть сейчас интересного и потом будем принимать решение, как нам поступить дальше. То есть, в ту сторону параллель, я смотрю, что там огромное количество уже пляжей повыставлялось. Здесь тоже уже везде все есть практически. Там может чуть-чуть осталось каких-то зон заборов доставить. Кстати, сейчас нету никаких ограничений на то, чтобы запрет был на проход в капун пропуска. В принципе, больше ничего и нету. Слева, справа. Я даже не знаю, можно заходить или нет. Прикольный свинкс. Смотрится красиво. Ну, мы, значит, пойдем. Здесь волейбольные площадки имеются у них на территории. Прикольно. Там дальше курортные деревни, наверное, к ним относятся. Красота. Здесь медицинский пост, подпись. Ну, я так понимаю, что пляж пока открывается. Я такой, нахрапом, наверное, прошел. Ну, по крайней мере, мне никто не хочет выгонять. На самом деле, по водному кодексу никто не имеет права запрещать вообще проход сквозно через территории пляжа. Мы не имеем права пользоваться их территориями. Здесь можно прямо в удовольствие. Так смотрится довольно-таки красиво все. Волк, видите, так много людей отдыхает. Это прям классно. И разные такие зоны. Где-то с навесиками, вот такие вот блинчики. Интересно, это допы? Как-то? Хоть царский шутер или нет? В общем, если знаете, пишите, любители волк, видитесь. А на пляже здесь просто идеально. Тем более жара давит. Ой, это очень хорошо. Ребята, спасатели на благоустройство занимаются. Слушайте, вовсе купаются. Мы пришли в лето. Шикарно. И температура 28 градусов, ребята. Это воздух. Ой, там вообще прям большие купания детские. Представьте, вот здесь все детские пансионаты перекроют просто пляжем. Будет прям невесело. Единственный минус, я смотрю, что есть водоросли чуть-чуть. И ветерок сегодня присутствует. Ну, не знаю, минусы это или плюсы даже. Это, наверное, все-таки большой вопрос. Здравствуйте, водоросли. Мы рады вас видеть. Знаете, самое печальное. Я хотел сегодня искупаться, но тупо не взял с собой вещи. 28,2. В общем, критичность водорослей можно вот так вот ощутить. То, что здесь, видите, они под берегом есть. Их уже нет. Они кончаются. Самое интересное, что купаются все. И дети, и взрослые. Причем подолгу. То есть не просто забежали, выбежали. А вот так вот резкого напряг прогрелась водичка. И начался этот самый пляжный отдых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор 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 А.Кулакова дети. То есть сезон пошел уже в полной мере. В принципе, если захотите найти чистое море, да пожалуйста. Приезжайте, отдыхайте, наслаждайтесь. Надеюсь, что видеосюжет вам был максимально полезен. Поставите лайк, подпишитесь на группу ВКонтакте Юрия Озаровского с галочкой. Также буду вас ждать в Яндекс.Зене. Отблагодарите блогера. Благодарю всех, кто поддерживает наших дорогих солдат. И посылочки присылают, и финансово поддерживают. Ну и даже морально пишут им хорошие слайды, комментарии. Сейчас им там очень тяжело. Я жалко не могу с вами делиться всеми новостями, которые знаю, потому что это сразу подведет под какие-нибудь статьи, и мы попрощаемся. Ну вот всех крепко вот так вот обнимаю. Желаем жителям Белгорода скорейшего освобождения и конца этого контртеррористической операции, чтобы все было хорошо, но не знаю, как будет на самом деле. Просто этого очень сильно хочется. С вами был Юрий Озаровский. Ребят, от души всем привет, Черноморский. Итак, друзья, мы начинаем наше движение продвижением. Я на обратном пути вспомнил, что обещал вам показать до конца Южный проспект, в принципе, весь. Поэтому давайте немножко вернемся. Надеюсь, что вам все понравилось вместе с полетом. Это у нас паралье наше. Можете увидеть, что и как здесь выглядит. То есть красота. Правой стороны Грека работает. Уже открывается много разнообразных точек. Я чувствую, что надо как-то почаще с вами встречаться. Просто даже сидеть, болтать, показывать заведение наше, чтобы вы знали, куда прийти, где поесть, что посмотреть. Вон тиры открылись. У нас с этого, яду с правой стороны, уже начал пак аттракционов запускаться. Постепенно, потихонечку. Заработал. Что он мне сигналит? Этого я, честно, сейчас не понял. То есть, человеку пропускаю. Мне, короче, вообще, многим нравится, походу, моя манера съемочки сейчас. Ой, смотрите, сколько людей здесь отдыхают. Вот это, да? Мое родище. О, я, слушайте, думал, в этом году, короче, уже не будут нарушать законы строить вот это вот в правой стороне здание. Но нет. Опять его построили, потом будут опять сносить. Вот такая вот радость. Здесь направо поворот на улицу светло. Можете увидеть. Здесь тоже торговые ряды открываются. Прямо у нас открытие прошло. Уже город мира. Заработало все. Здесь, смотрите, маршрутки. Нет, нет. Останавливаются, подбирают пассажиров. И мы поворачиваем направо. Здесь тот цвет, тот цветочный называют по-разному. С другой стороны гостевой домной. И здесь поворот на улицу рост. Также внизу магнит находился. Автобус так четенько, типа, припарковался. Шучуть. А вот, я смотрю, что-то его уже зацепило. Вот автобус. В общем, нормально. Поднимаемся наверх, друзья. То есть, если обзор на экскурсия по улицам понравилось, пишите. То можно там по каким-то еще будет покататься, если что-то вам надо показать. А мы уже на Горького выезжаем. Поворачиваем направо. И доедем уже до конца здесь. Видите, вы вместе с вами до креста. Заодно оцените, насколько все здесь поменялось. С правой стороны проезжаем разнообразные магазинчики работают. С левой стороны, я уже смотрю, там Джаник движуху наводит. Я видел, видел, вот из своего дома тоже там вещь идет. И это хорошо. Пропустили мужчину. С правой стороны ажур бывшего Кавамарин. Налево был поворот на улицу Короткую. Потом, которая переходит дальше в объездную. Это вот отсюда можно выехать, если видите, взял поехать по объезду. То, что я вам сначала рассказывал. Зелени очень много. Вот с левой стороны гостевой дом, который мы снимали. Антураж называется. В этом году пока первые, видите, вот снятые газончики. Подкашиваю. Слава тебе, Господи, что идет какая-то работа по этому поводу. Потом у меня уже мои подписчики сильно переживали. Говорят, ну когда, ну когда? Ну вот уже сейчас. Ребятки, сегодня хотелось бы еще успеть, наверное, побывать на закате. Хотя там фото, не знаю, поделать. Можно же какую-никакую трансляцию провести. Будем на это очень сильно надеяться. С правой стороны был пик. Потом идет у нас тут вот шашлычный арарат. Где оттуда работал в Гамлет. Тоже приходите, пишите ваши отзывы. Как говорится, фиолета с правой стороны. Здесь крест. И на этом, собственно, Витязево и заканчиваются, друзья мои. И постепенно переходят в Пионерский проспект. Мне прям интересно даже самому посмотреть, что в итоге у нас на выходе получится с этой экскурсии. Сегодняшней по Витязево. И самое интересное, ваши отзывы, друзья. Ну, а теперь уж точно море. Чтобы вы посмотрели, как там оно происходит. И успели написать комментарий, пока ролик не закончился. И еще очень прошу, поддерживайте подпиской. Ну, кстати, вот здесь, видите, все посносили. И только вот эти два ряда торговых остались. Это вот и дача для лесов, проход жемчужный. Ну, честно, стало красивее. Потому что меньше нагромождений всего. Только питьевой пивет, огромное количество деревьев. И вот оно, все жемчужное. Ну, вот тут точно, видите, закончилось. Пока-пока. Ну и море для вас, как всегда, в конце. Папа, подальше за тебя. Давай, ты. Давай, ты. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok